Чтобы следствие не позорилось перед прессой и не предоставлять трибуну обвиняемую Яшину, было принято решение судом о закрытии процесса, как это уже имело место в нескольких аналогичных делах. Арестовать до 12 сентября. Такое решение принял суд в отношении Ильи Яшина. Арест политика стал главным политическим событием этого месяца, ведь Илье грозит 10 лет тюрьмы. Среди тех, кто пришли поддержать, Марина Овсянникова и Марина Литвинович. К сожалению, соратников Ильи здесь немного. Кто-то убит, другие в тюрьме, а третьи в изгнании. Путь Яшина как политика начинается в 2000 году. Илье 17 лет. Он следит за второй чеченской войной, становится волонтером в партии Яблоко. И всего через полтора года возглавляет там молодежную фракцию. Уже тогда политик критикует силовую систему. Так, в 2005 году Яшина бреют нагло на акции молодежного Яблока против сокращения отсрочек от призыва в армию. А это седьмой год. Путин отправляет правительство в отставку во главе с Михаилом Фродковым. Пользуясь вашей полной поддержкой, хотел бы просить об отставке. Михаил Фродкович, я полностью согласен с вашей оценкой. Илья и его соратники отвечают акции, снова поднимая тему войны. Мы видим, что в Чечне была развязана кровавая бойня, которая привела к власти вчерашних бандитов, которые резали с глотки нашим солдатам. Мы видим, что с именем Путина будут ассоциироваться страшные трагедии, такие как Курск и Беслан. К концу нулевых Яблоко все сильнее превращается в партию одного человека. Организацию иногда готовую идти на компромиссы с Кремлем. Яшин это не устраивает. Как итог, в восьмом году Илью исключают из партии. Годом ранее также поступят с Алексеем Навальным. Тогда именно Яшин станет единственным соратником, который будет против исключения Алексея. Требования не будут выполнены. Кто за? Наступают десятые. Яшин уже зарекомендовал себя как уличный политик, устраивающий акции, участвующий в митингах. Это сильно расходится с образами старых яблочников, сидящих в кабинетах. Тогда Яшин начинает открыто критиковать Явлинского. Спор идет о том, это партия наша общая, партия гражданская, партия всех нас, все мы имеем там равные права, либо это партия Григория Явлинского и ряда его близких товарищей. Когда нас обвиняют в рейдерском захвате, в голосе обвинителей чувствуется вот именно такая обида. Знаковым для российской оппозиции становится 11-й год. Начиная с декабря на улицы Москвы выходят тысячи протестующих. Люди недовольны массовыми фальсификациями на выборах в Госдуму. С трибун тогда выступают Навальный и Яшин. У меня есть мечта проснуться в государстве, за которое не будет стыдно. Я мечтаю и верю. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Май 2012. Знаменитый митинг на Болотной площади. Происходит рокировка во власти. Дмитрий Медведев возвращает Плазимиру Путину президентское кресло. На этот раз на улицы выходят уже сотни тысяч протестующих. Яшин снова в центре событий. Один за всех! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Это была реакция. 6 мая уже это после президентских выборов. Мне кажется, все-таки надо было тогда дожимать и выдвигать Навального президента. Важно было в тот момент показать альтернативу и сказать, что у нас есть кандидат, который мог бы конкурировать с Путиным. Всю свою политическую карьеру Илья Яшин был принципиальным политиком. Но начиная с 15-го года он стал критиковать власть особенно жестко, в том числе Рамзана Кадырова. Причиной стало убийство близкого друга и соратника Ильи, Бориса Немцова. На мосту рядом с Кремлем его догнал киллер и несколько раз выстрелил в спину. Четыре пули достигли цели и Немцов скончался на месте. Убийство Немцова сильно повлияло на Яшина. Ровно тогда он окончательно для себя понял, уезжать из России нельзя. Вот уехать из России после убийства Немцова для меня абсолютно невозможно. Ну потому что это будет там фактически предательством его памяти. После смерти Немцова Яшин занялся расследованием убийства. Через год Яшин представит доклад о Рамзане Кадырове. Поэтому я не вызываю никаких сомнений в том, что именно Рамзан Кадыров стоит за убийством Бориса Немцова. Вопрос заключается лишь в том, является ли Кадыров последним звеном, является ли он заказчиком, либо организатором. И за ним стоят еще более высокопоставленные фигуры. Во время презентации доклада в Петербурге Яшин столкнется с первыми угрозами от Кадырова. Как покажет время, Илью это не испугает. Перед нами стояла машина, и к ней демонстративно, повстречной подъехала машина с номерами КРА. Это номера чеченского, так сказать, эстеблишмента. Кадыров Рамзан Ахматович расшифровывается. И из этой машины, в машину, которая стояла перед нами, демонстративно передали пистолет. Осенью 2017 года Яшин участвует в муниципальных выборах в Москве. Эта кампания стала неожиданностью для Кремля. Независимые кандидаты заняли 16 муниципальных советов. Яшин среди победителей. Поэтому первым же решением я отказался от выделенной мне машины, как от избыточной привилегии. Это позволило сэкономить для бюджета деньги, которые мы направили на проект «Социальное такси». На сайте госзакупки мы разместили заказ на аренду вместительного автомобиля, который будет абсолютно бесплатно перевозить маломобильных и нуждающихся граждан. В 2019 году Яшин участвует в выборах в Мосгордуму. Тогда о московском парламенте говорили мало. Но активность Яшина, Любови Соболи, Ивана Жданова, Юлии Галямина и других независимых кандидатов сделали эту кампанию главной политической новостью страны. Оппозицию не пускают на выборы, горожане выходят на улицу. Летом 2021 года Яшин уходит с поста муниципального депутата, но продолжает заниматься политикой, активно развивает свой канал на Ютубе, жестко высказываясь на самые разные темы. Здесь он обвиняет лично Путина в отравлении Навального. Лично у меня нет никаких сомнений, что приказ уничтожить Навального отдал Путин. У него был очевидный мотив – избавиться от активного конкурента в борьбе за власть. Мы все прекрасно понимаем, что ради сохранения личной власти он готов пойти буквально на все. Целая серия роликов на канале Яшина касаются Рамзана Кадырова. Илья рассказывает о пытках, убийствах и беззаконии в Чечне. В одном из роликов Яшин обращается лично к Кадырову. С началом войны Яшин стал одним из немногих российских политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны. В своих роликах он критикует лично Путина, Сергея Шойгу и Минобороны. А вот за эти слова про события в украинской буче на него и завели дело о фейках. На дороге лежали трупы мирных жителей, были обнаружены братские могилы, куда сбрасывали гражданских и наспех присыпали их песком. Это все абсолютно такая постапокалиптическая картина, знаете, как в фильмах ужасов. Сам Илья Яшин говорил, что Кремль уже начал посылать ему сигналы. Одним из них стало уголовное дело, которое возбудили против его бывшей коллеги Елены Котеночковой. На Яшина таким образом пытались давить, чтобы он эмигрировал из страны. Другая цель, конечно, была давить на муниципальных депутатов и других депутатов, кто выступали и выступили бы на ближайших муниципальных выборах в Москве с антивоенной риторикой. Они, видимо, не верили, что он собирался оставаться в России до конца. 27 июня Кремль перешел к действиям. Пока Илья Яшин гулял в парке, его задержали. И арестовали на 15 суток за якобы неповиновение полиции. По такому же сценарию месяц назад началось преследование политика Владимира Карамурзы. Пока он отбывал свои 15 суток, его обвинили в распространении фейков об армии. Сам Яшин знал обо всех угрозах, но принял решение не уезжать из России. Я не хочу, чтобы меня убили. Я не хочу за решетку. Но еще меньше я хочу покидать свою страну. Я никуда отсюда не уеду. Продолжение следует...